559 фотографий, 121 автор. Уже завтра, 24 октября, во Владивостоке откроется выставка фоторабот Гран-при по-русски. Уникальная экспозиция включает в себя фотографии российских и советских лауреатов World Press Photo, а также с успехом демонстрировалась в России и за рубежом в течение пяти лет. На снимках Владивостокцы увидят и первый выход в открытый космос, и спортивные победы, уникальных личностей и вообще практически все памятные события нашей страны за последние полвека. Меня зовут Евгений Черемухин, это передача «Время говорить. Здравствуйте». И у нас в гостях сегодня куратор выставки Василий Прудников, руководитель проекта «Поколение М» Анна Лысенко, а также главный специалист управления культурой города Владивостока Мария Хасанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте тогда первый вопрос вам, Анна. Я так понимаю, что гран-при, вот это гран-при по-русски, это лишь часть образовательной программы в рамках вот такого образовательной фото-журналистики, да? Да, собственно, с фото-выставка гран-при по-русски, она приехала в Владивосток в рамках большого творческого движения, которое называется «Поколение М». И помимо фото-выставки, помимо того, чтобы прийти и посмотреть, как выглядит сейчас мировой уровень фото-журналистики, дети могут также на сайте проекта посмотреть мастер-классы, научиться делать подобные снимки. Затем они могут, если это дети из Владивостока, прийти завтра к нам на мастер-классы, поучиться непосредственно у тех мастеров, которые приехали на открытие этой выставки. Это вот Василий Прудников, также у нас приехал Александр Лыскин, который является лауреатом вордпресс-фото. И затем поучаствовать в конкурсе юных фото-журналистов и, возможно, выиграть всероссийский приз и приехать уже в Москву и пройти стажировку в культурном проекте Роспресс-фото. То есть, получается, до 14 ноября в рамках вот этого всего гран-при будут идти, я так понимаю, не только фотовыставки, но и всякие творческие встречи, образовательные фотокроссы. Расскажите все, что вы знаете об этом. Вот у кого лучше спросить, скажите по-честному. Смотрите, завтра у нас откроется фотовыставка гран-при по-русски, где собраны работы отечественных российских лауреатов мировой премии фото-журналистов, самой известной. Они, наверное, подробнее расскажут Василий. С удовольствием. После сегодня будет творческая встреча с Василием, где он, в принципе, наверное, расскажет об истории создания. Сначала будет творческая встреча, а потом наступит завтра. Я думаю, так будет вернее, да? Ну да, наверное, творческая встреча сегодня. Завтра открытие выставки, которая простоит в Большом Гуме до 14 ноября. Завтра же пройдет серия мастер-классов с Василием Прудником, с Александром Лыскиным. Пройдет фотокросс по городу, где участники мастер-класса смогут уже протестировать свои навыки непосредственно в реальных условиях. Пройдет индивидуальная экскурсия для участников мастер-класса по фотовыставке, тоже от мастеров, от создателей этой выставки. И затем мы положим старт конкурсу, где уже все смогут загружать свои работы на сайт проекта поколение.mts.ru. И лучшие работы, опять же, которые выберет Василий, они войдут уже в состав новой выставки, такой детской молодежной выставки, которая откроется во Владивостоке уже в следующем году. Хорошо, тогда сразу вопрос к вам, Василий. На вас тут взворили такую большую ответственность. Нужно и провести мастер-классы, и рассказать что-то. Может быть, вдохновить кого-то, еще и выбрать работы. Расскажите, что вы будете вообще рассказывать людям. Какой порог вхождения, кому лучше всего прийти к вам. Уже бывалым, скажем так, людям, которые работают в профессии, может быть, они там в фото-журналистике. Либо людям, которые только хотят вдохновиться этим камерой обскура и всем волшебством, что скрыто за ней. Да, но сегодня будет открытая творческая встреча со мной, на которой я расскажу об истории конкурса World Press Photo, о идее создания этой выставки уникальной, о ее движении, о участии в благотворительном проекте поколения N. Ну, об истории выставки мы поговорим позже. Да, она открытая, это встреча, на которую приглашаются абсолютно все, и по возрасту, и по специальности, и по интересам. Потому что рассказ широкий о истории фото-журналистики, о снимках этой выставки. А на снимках выставки вся жизнь нашей страны за последние полувека, все значимые события. И уже в последних сериях и мировые события. Поправьте меня, если я правильно понял. То есть это фото-история страны в хронологическом порядке. Человек приходит, и он постигает все значимые культурные, исторические аспекты. А можете немножко спойлеров дать? Что самое интересное, что самое важное, что люди могут увидеть? Ну, там, наверное, все важно. Выставка, она чем уникальна? Своим многообразием. Там есть и портреты политиков, известных людей, культуры, искусства, науки нашей страны, спорта. Есть пейзажные фотографии, есть артистичные фотографии. Но их объединяет одна важная черта. Они все были награждены золотыми медалями ведущего конкурса в туржналистики в мире в World Press Photo. То есть это выборка лучшего, из лучших пресс-фотографий нашей страны за последние полвека. Конечно, задача журналистов отражать события, которые происходят здесь сейчас. Но с течением времени они вот за последние полвека накопились. И на нашей выставке такая концентрация знаковых событий, которые отражены буквально одним кадром. Либо это трагедия Чернобыльской АЭС, либо это первый выход в открытый космос, и такие снимки у нас есть. Либо операция на глазе, Светослава Федорова, либо спортивные достижения. То есть охват комплексный. Комплексный. В этом интерес, да. Как для пожилых людей, которые вспоминают эти события, глядя, которые они в свое время видели на полосах газет и журналов. А для молодежи интересно посмотреть на вот эту вот советскую фотографию прошлых лет. Хорошо. Хотелось бы узнать у представителя администрации городской, нашего Владивостока, Приморской столицы. Как было сложно организовать это все? Какие площадки использованы? Куда можно будет пойти? Почему выбраны именно они? Ну, я хочу сказать, что вообще проект поколения проходит в городе Владивостоке уже во второй раз. В мае этого года у нас состоялся торжественный визит дизайнера Юлии Далакян. Мы проводили конкурс при поддержке администрации. Очень большое количество творческих детей из города Владивостока приняли участие в блоке на дизайнерское искусство. У нас победила жительница города Владивостока Лиза Рослик, которая посетила стажировку Юлии Далакян, научилась мастерству дизайнера. И вот буквально совсем недавно вернулась из Москвы с недели моды. Поэтому, конечно, работать на самом деле в проекте несложно. Очень интересно. Мы в этом году предлагаем провести серию мастер-классов на территории наших подведомственных учреждений. Это библиотеки. Мы выбрали одну из передовых библиотек БУК, которая вообще может быть старшим поколению известна как салон имени Пушкина. Она располагается на остановке Лазоа. Очень доступное, удобное место. Я думаю, что там будет комфортно получить из уст профессионалов все рекомендации, поучиться мастерству. Мы вообще рассчитываем на то, что мы, как город Владивосток, тоже войдем в историю. Останемся на фотографиях, которые, возможно, тоже станут обладателями золотых медалей. Ну и, в принципе, такое событие для города Владивостока знаковое, потому что все вообще культурные события, они, наверное, впечатляются, ну, остаются в памяти только на картинах, потому что эмоции, которые мы от них получаем, они проходят, люди меняются, а вот то, что запечатлено на кадре, на фотографии, оно остается из поколения в поколение. Это можно посмотреть, вспомнить, может быть, узнать своих родственников когда-то через 20-30 лет, может быть, кто-то попадет на детские фотографии из прохожих города Владивосток, может быть, мы с вами там окажемся, а потом еще станем, запечатлимся на журнальных страницах, известных, да, это у вас буклет, я так понимаю, все собраны, работы. Вот, возможно, мы с вами, жители города Владивостока, окажемся здесь, и через большое время, пролистая страницы, сможем окунуться в историю. Поэтому очень охотно, конечно, встречаем таких замечательных людей, и Василий же не единственный представитель, который проведет мастер-классы. Я так понимаю, что вы привезли еще специалиста? Да, со мной приехал один из авторов выставки, двукратный лауреатур пресс-фото, фоторжурналист Александр Лыскин. Он и много снимал в ваших краях, очень хорошо знает их. Ну вот его работы, да, будут непосредственно тоже... Хорошо, а вот хотелось бы узнать, сколько городов в стране уже посетила выставка до этого. Это, наверное, Василий, вот именно если мы говорим про... Я, наверное, немножко... Да, немножко как бы расскажу поподробнее, чтобы было понимание, да, как бы там конкурс, WordPress фото это тоже конкурсы премии, поколение М... Это экскурс, да. Да, поколение М это тоже конкурс, и тоже призы и награды, вот, и как бы есть мода, есть МТС, да, вот почему вдруг это все вместе слилось и появилось во Владивостоке. Поколение М это такое большое творческое движение для молодежи, для подростков, для детей до 18 лет, где собраны вот различные направления творчества. Каждый может выбрать, что ему по душе. Будь то вот фото-журналистика, это может быть дизайн одежды, с которым мы тоже уже приезжали в Владивосток, это может быть конструирование роботов, это съемка кинофильма, кинофильма, и таких направлений, их 15 собрано на сайте проекта. Каждый выбирает, что ему по душе. Каждый может посмотреть мастер-классы на этом же сайте по этим видам творчества от ведущих мэтров в России. По каждому направлению мы стараемся выбрать вот самых-самых экспертов по фото-журналистике, культурный проект Роспресс Фото, у которых собрана уникальная экспертиза по дизайну одежды, это ведущие дизайнеры, и посмотреть мастер-классы, научиться загрузить свои работы потом на сайт. Эти же мастера отберут лучших и лучше получают уникальные возможности, будь то стажировки в Москве, в творческих студиях, в фотостудиях. Есть дети, которые у нас поступали, призом было поступление в творческий вуз. Есть дети, которые съездили на неделю моды в Москве. Есть, кто выступает на больших сценах, на музыкальных концертах. И, собственно, цель этого проекта дать всем равные возможности. Живешь ты там в середине страны, живешь ты во Владивостоке, в Калининграде, неважно, есть мобильный интернет, ты заходишь туда, и все возможности равны. Вот Владивосток, по нашему мнению, очень такой фотографичный город. Здесь наверняка очень много талантливых детей, явных, может быть, каких-то скрытых талантов, которых мы хотим вместе с нашими партнерами, с Роспресс Фото найти, для того, чтобы их найти, показать им вообще, как сейчас выглядит фото-журналистика в России, как она выглядит в мире, чтобы кто-то, возможно, здесь увидел и понял, что да, это то, чем я хочу заниматься. И вот это будет для нас самый главный результат и показатель успеха, того, что выставка прошла успешно, и все наши мероприятия, они были проведены не зря. И все-таки, если вернуться к вопросу, вы устроили экскурс, это очень хорошо, но я так понимаю, что Гран-при по-русски, это проект, который и до этого существовал, у него, согласно пресс-релизу, по крайней мере, у него были европейские туры, да, и города. Да, это Василий расскажет. Вот об этом хотелось бы узнать, какой охват, какие, может быть, там, межпрофессиональные, межкультурные, межнациональные связи он устанавливал, то есть это очень хорошо, когда такие проекты шагают дальше, дальше каких-то интересов, даже пусть региональных, там, или государственных, шагают немножко выше этого. Расскажите об этом, пожалуйста. Да, проект, выставочный проект, и издательский, выставочный-издательский проект Гран-при по-русски, фотографии российских, советских лауреатов, WordPress Photo, за всю историю этого конкурса, родился в 2010 году, и в этом году была премьерная выставка в Москве, после чего проект начал тур по странам России и за рубежом. По городам России, да? По городам России и за рубежом. И вот уже Владивосток, по-моему, 16-й или 17-й город в России. Ого! Да. Это очень много. За одного года это... Не за один год, за 10. А, за 10 лет. За 8 лет. Я просто сначала услышал, вы сказали, в этом году была премьера, а потом... В 10-м году. В 10-м году. Была премьера. И где-то по 3 выставки в год. Но если выставка идет в месяц, а то и больше, то это нормально. 3 выставки в год. Мы уже с поколением М в этом году третий показ сделаем. Хабаровск, Иркутск, вот Владивосток. Впереди намечены. И действительно охват полный. Мы начали с вашего края. В 12-м году были на Камчатке, в Сахалине, и Сочи, и Калининград, и Углич, даже глубинка. Во многих городах были. Сначала там, откуда родом, лауреаты WordPress Photo, потом по приглашениям мы часто ездим, привозим выставку. И сейчас активно выставка как локомотив идет в фотонаправлении проекта поколения М, потому что несет самые лучшие образцы для обучения юных фотографов. те образцы, на которые можно равняться. Ну а за рубежом мы прежде всего представили наш проект в сердце, где находится офис WordPress Photo в городе Амстердаме. Получили высокую оценку, благословение, как говорится, и показываем это по всему миру. В Хьюстоне, в фестивальном городе, в Братиславе. А как отреагировали ваши иностранные коллеги по ремеслу? Какие-то, может быть, друг для друга вы вынесли тезисы? Наша выставка с интересом везде принимается. Она собирает абсолютные аншлаги, всю прессу, куда бы, в какой бы город нашей страны или за рубежом она не приезжала. Опять же, по уникальному составу она охватывает очень большой временной период, полвека. за рубежом к нашей стране пристальный интерес к пресс-фотографии, к советской фотографии, которую еще там практически никто не видел. К тому же, в одном собрании и это представляет необычайный интерес. Более того, наша выставка интересна тем, что каждая фотография сопровождается большим текстом, авторским описанием. То есть, контекст. Да, контекст, где она была сделана, когда, в связи с чем, какие ощущения даже фотограф имел в связи с этим последствия. В общем, это не просто просмотр картинок, это еще можно окунуться в историю события, в историю страны. поэтому представляет интерес. Подробнее о Гран-при по-русски мы узнаем после небольшой рекламы. Не переключайтесь. А мы продолжаем говорить о грядущей фото-выставке Гран-при по-русски во Владивостоке. И снова возвращаясь к вам, Василий, хотелось бы понять больше о том, кто является участниками выставки, а кто мастер-классов, для кого это все, какой парк вхождения и так далее. На открытие выставки мы приглашаем абсолютно всех горожан, независимо от возраста, от профессии, от интересов. Она интересна всем буквально. А на целевые мастер-классы обучающей программы проекта Поколение М мы приглашаем подростков, школьников от 9-11 лет до 18-ти, где мы с футурналистом Александром Лоскиным проведем на отдельных площадках мастер-классы и лекционные, и практически с тем, чтобы их вести, чтобы ребят вести фотоконкурс, который будет и объявлен на этом мастер-классе. А спустя какое-то время мы опять соберемся и проведем уже выставку, которую во Владивостоке, для которой сделают снимки сами ребята. Так вот, какие эти снимки сделать, как их сделать, мы будем рассказывать на этом мастер-классе. Пусть приходят все абсолютно, кто считает себя фотографом, кто просто увлекается, кто занимается другим искусством, но мы знаем, что сейчас фотографируют абсолютно все. Фотографии это такой самый демократичный вид искусства, доступный всем, поэтому абсолютно всех приглашаем детей приходить на мастер-классы и будем с ними заниматься. Вот тут сразу вопрос возникает, он связан больше с такой экономическим таким моментом, фотоаппаратура хорошая, стоит хороших денег и не будет ли сильной разницы между теми, у кого там Sony Alpha какая-нибудь и всеми, у кого там старенький Canon первых моделей? Техника вопрос вопрос по технике нужный, конечно, но он больше в специальных видах съемки, там макро, спортивная фотография и так далее, но мы больше будем говорить о событий на жанровой фотографии, где так остро не стоит вопрос о выборе камеры, можно снимать даже на телефоны, смартфона, я уверен, что это у каждого даже подростка есть сейчас, мы оцениваем видение молодого человека, фотографа, его взгляд на то, что он обращает внимание, а чем он сделает картинку, каким устройством, это совершенно абсолютно ребята пусть не комплексуют и приходят с тем, что у них есть. То есть важно понимать, что в данном случае порог вхождения максимально-минимальный, если так можно максимум ровно таким выразиться. Хорошо, Анна, может быть вы нам расскажете, где все будет происходить, в каких числах, датах, пароли, явки и все остальное. Если мы говорим про мастер-классы завтрашние, они пройдут в библиотеке БУК, и что бы еще хотел сказать, ребята, которые соберутся и которые уже увлекаются фото-журналистикой, то есть мы ждем и тех, кто уже увлекается, и тех, кто хочет понять вообще, что это такое, понравится, ему не понравится, но тех, у кого есть уже свои работы, пусть приносят, будет возможность показать, получить оценку мастера, получить рекомендации по дальнейшему развитию, будет возможность вместе с нашими мастерами посетить выставку, да, и совершенно другими глазами ее увидеть, потому что одно дело все равно ты пришел сам, другое дело ты пришел с создателями этой выставки и прошел по этой всей экспозиции. Сама выставка будет стоять в большом ГУМе до 14 ноября, работать с 10 до 8 абсолютно для всех желающих, вход бесплатный, это всегда наше основное условие, когда мы приезжаем в город, чтобы все эти активности были доступны ну совершенно там любому человеку, да, и любой мог посмотреть и как-то творчески себя найти и чем-то вдохновиться. Как житель Владивостока могу добавить, что очень удачно выбрано место, потому что это достаточно колоритная часть нашего города, да, а я хочу добавить конкретно по времени проведения мастер-классов и выставки. Мы всех талантливых ребят города Владивостока в возрасте от 11 до 18 лет, конечно, старше тоже мы всех приглашаем, ждем в библиотеку БУК с 12 до 14 часов на серию мастер-классов, потом ребят ждет практическая часть и фотосессия по городу Владивостоку, где вы, в принципе, полученные знания можете сразу опробировать, а потом вместе с руководителем мастер-классов и руководителем выставки вы проследуете в Малый ГУМ и насладитесь той фотографией, которая там представлена. Я бы дал пожелание, если у кого есть уже портфолио, свои снимки, пусть они приносят на наши встречи, мы их обсудим тоже. То есть есть перспективы какие-то дальнейшие дальнейшего роста для... Конечно, наши встречи не заканчиваются вот таким очным участием, мы всегда на связи через интернет, по почте, на сайте поколения N можно выкладывать фотографии, оттуда оценку давать. В общем, это начало нашей работы, поэтому пусть ребята готовят все вопросы к завтрашнему, к послезавтрашнему встрече, к сегодняшнему и мы будем рады общению. Я бы, наверное, еще тоже хотела добавить, вот сейчас мобильный интернет кардинально изменил вообще вид на мир, взаимодействие вообще с миром и взаимодействие друг с другом и в том числе дал невероятные возможности, вот чтобы ребята не боялись использовать возможности, искали себя смотрели в интернете, что есть хорошего, полезного, для этого вот мы и создали этот проект, чтобы была альтернатива, был такой хороший, качественный контент, загружали работы, не стеснялись, пробовали себя, все победители, которые у нас есть в проекте, 80% говорят, что они совершенно не верили в себя, не верили в этот успех и в итоге они побеждают во всероссийских конкурсах, поэтому это конкурс не для каких-то супер талантливых детей, он абсолютно для всех. Это, я думаю, определяющий фактор для тех людей, которые еще не решились участвовать, для тех подростков. Точно. Ну, на этом тогда мы с вами прощаемся. Напомню, что с завтрашнего дня до 14 ноября в Большом Гуме будет демонстрироваться гран-при по-русски. Это была передача «Время говорить». С вами был Евгений Черомухин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин